Всем привет. Меня зовут Роман Кравченко. Я из CEO компании 482 Solutions. Артем Франсиан, наш докладчик, открыл эту конференцию. Я надеюсь своим докладом у меня получится дополнить все эти доклады по блокчейну, которые сегодня будут и были. Мы поговорим о том, где находят свое место технология блокчейн, технология распределенного реестра в решениях, основанных на IoT-концепции, на IoT-парадигме. Немного о себе. Я начал свое движение в мир технологий, занимаясь наукой в образовательной сфере. Позже я уже перешел непосредственно в IT, был PM-ом, начинал свой путь как PM в проектах. В проектах получил опыт определенный. Потом мы дружно с командой запустили стартап в сфере дистанционного зондирования Земли. То есть это был второй, по сути, опыт в IT-проектах. Есть определенная специфика в этом. Кто работал с хардвардными проектами, знает, что там и уровень рисков. И есть масса нюансов, которые отличают эти проекты, эти решения от традиционных софтверных проектов. На данный момент я совмещаю две позиции. Это CEO компании 480 Solutions. Мы занимаемся разработкой блокчейн-решений, блокчейн-продуктов для бизнеса, для общества, для госсектора. И также я CTO в Remy. Это тоже блокчейн-стартап. Наши основные домены области – это построение peer-to-peer систем. Как правило, на уровне протоколов. То есть мы работаем на, скажем, low-layer, строим, закладываем архитектуру решения, проектируем, имплементируем алгоритмы консенсуса, модели токен-экономики. Ну и вторая наша сфера – это интернет вещей. Все, что связано с концепцией индустрии 4.0, где человек, как ленивое и не всегда правильно мыслящее существо, становится избыточным объектом в системах. И, соответственно, мы приближаем тот мир, когда человек… Тут два варианта. Либо он станет навсегда рабом машин, либо он займется творчеством. В целом мы работаем с достаточно обширным стеком. Начинали мы, как, наверное, все разработчики, это было три года назад, знакомством с протоколами основными. Это биткоин протокол. То есть биткоин – это не только криптовалюта, а прежде всего технология. Это протокол передачи пер-ту-пер транзакций. Позже мы перешли к построению решений на эфире. И сейчас наш тег достаточно обширен. Мы переходим больше в модели интеграторов. То есть работаем с несколькими решениями от наших партнеров. Плотно работаем с фреймворками Hyperledger, Fabrics, Avtus. Сейчас начали знакомиться с Eroha. И плюс Exxonum – это тоже блокчейн фреймворк, который написан на Rusty и позволяет создавать permission блокчейны. Также мы активно развиваем с рядом университетов научные активности и много инвестируем в свое время и усилие в научные исследования. Насколько это позволяет наш масштаб компании. Мы активно работаем с университетом Мечникова в нескольких проектах. Игорь Мазурок, непосредственно куратор этой команды исследователей. Мы ищем новые пути применения дел-технологий. Мы экспериментируем с различными технологиями на стыке с блокчейном. То есть это и интернет вещей, и робототехника, геймдев. И в последнее время есть несколько идей по поводу применения с искусственным интеллектом. Также у нас есть ряд образовательных активностей в университетах. И в Министерстве иностранных дел мы также ведем образовательную активность, консультируем сотрудников по имплементации блокчейн-решений в госсекторе. Не все движется очень быстро, но тем не менее мы шаг за шагом приближаем тот момент, когда в госсекторе будет появляться блокчейн-решений. Они на самом деле действительно есть. Вот был хороший вопрос по поводу банков. Я просто не приуменьшаю возможности Украины, но первый удачный эксперимент, который есть вообще на планете, это эксперимент между канадскими и сингапурскими банками по межграничным транзакционным платежам. Это проект Ubin, если интересно, ознакомьтесь. И то он только в три года они потратили только на пилотную фазу. И получили там первые результаты положительные. Поэтому до Украины это дойдет немного позже, скорее всего. Потому что у нас проблемы есть в целом с тем, как построена финансовая система. Это не позволяет сейчас имплементировать блокчейн, он пока не нужен. Там есть много других проблем до того, как блокчейн появится. Поговорим немного в целом о концепции такого мировосприятия через модель транзакций. То есть представим себе, что все наши взаимодействия между собой с внешним миром, с какими-то объектами внешнего мира, осуществляются на основе концепции транзакций. То есть там атомарная какая-то операция, которая либо произошла, либо не произошла. И если посмотреть эволюцию человечества сквозь эту призму, сквозь эту модель, то мы можем наблюдать, что все усилия лучших умов человечества направлены на то, чтобы ускорить этот процесс и сделать этот процесс более безопасным. То есть люди обмениваются различными предметами, начиная с первобытных времен. Потом появились какие-то активы, которые заменяли эти предметы. Позже появились деньги. У нас появилось право собственности. И этим всем мы хотим обмениваться. Хотим обмениваться очень быстро и очень безопасно. То есть вот эти все транзакции, мы хотим, чтобы они выполнялись моментально, при этом мы доверяли тому узлу системы, который исполняет эти транзакции. И, конечно же, речь идет также о некоторых транзакциях людей между границами государства. То есть мы можем представить себе людей, это по сути досущность, которая переходит из точки А в точку Б, осуществляется транзакция. То есть опять же появление гиперлупа проекта говорит о том, что все мы хотим быстро попадать из точки А в точку Б. То есть осуществляется самим собой транзакция. Ну и, конечно же, в эпоху технологий одной из основных ценностей стали данные. И мы хотим тоже их передавать очень быстро, закреплять права за этими данными безопасным и прозрачным образом. То есть два вопроса, которые все мы хотим решить, если опираться на эту мыслительную модель, это вопрос времени ускорения и вопрос защиты. И особенно этот вопрос становится актуальным при переходе к системам, которые все меньше содержат влияние человеческого фактора. То есть это система индустрии 4.0. Там, где принятие решений возлагается на алгоритмы, и человек является проектировщиком этой системы и созерцает на результаты этого всего. То есть когда речь идет о том, что мы интегрируемся в системы, которые основываются на машинах, нам еще быстрее приходится коммуницировать с этими системами гибридными. Поэтому здесь вопрос скорости, скорее вообще вопрос выживания человека как вида в этих системах. И вот у нас сейчас уже сегодня стоит вопрос, как мы будем дружить с этими системами, которые работают намного более быстрее, чем мы. и более безопаснее. Безопасность – это на самом деле краеугольный камень IT-решений, то, что не позволяет полноценно имплементировать во многие сферы, в ту же банковскую сферу, в различные бизнес-кейсы, имплементации различных бизнес-кейсов эти решения. И есть несколько, кроме технологических вопросов, есть несколько открытых вопросов концептуальных. Это нерешенный вопрос антологии машинных сущностей, то есть чтобы машина сама понимала, для чего она была создана, с какой целью, и по сути осмысленно выполняла свои действия, а не просто по каким-то триггерам и скриптам. Второе – это отсутствие неформализованных средств общения с машинами, между машинами. То есть все строится на каких-то протоколах, они чем-то приближены к естественному языку, но тем не менее на данный момент нет языка универсального, машинного, который позволял бы естественным образом обмениваться осмысленной информацией. И это адаптивное поведение, то есть это не просто автоматизированные системы, а системы, которые обладают свойством эморджентности, они адаптируются под изменения окружающей среды, параметры и, соответственно, действуют таким образом. Понятно, что у нас на данный момент есть масса роботизированных решений, которые имитируют эту модель, но тем не менее хотелось бы, чтобы машины стали более автономными. И над этим работают все, кто, в принципе, содействован в этой сфере. Поговорим, конечно же, о блокчейне. Да, он везде. Я представляю себе, если ладно, мы еще занимаемся блокчейном и на этом строим бизнес, зарабатываем, мы еще понятно, для чего мы это делаем. Но на людей свалился весь этот поток информационный в виде хайпа, крипты и всего остального. И всего это очень сложно понять, осмыслить, и тем более верить в то, что это технологии, а не что-то плохое или связанное с мошенниками. Но мы поговорим все-таки в том разрезе, что блокчейн – это в большей мере светлая сущность, чем темная. Опять же, оттенок скорее придают люди, которые используют, как всегда, эту технологию. Иногда говорят, что блокчейн… Опять же, в данном докладе блокчейн применяется скорее как собирательный термин, не конкретно с точки зрения технологии. С точки зрения технологии блокчейн – это иммутабельная база данных, запись и чтение, в которой осуществляется специфическим образом и принятие решений по записи в данную базу данных выполняется, как правило, алгоритмом консенсуса, который основан на криптографических подходах, математических моделях и некоторых элементах теории игры. Иногда говорят, ввиду этих свойств, иногда говорят, что блокчейн – это база данных. Да, это действительно так, она специфическая, но хранить в этой базе данных любые данные – это очень дорого и избыточно, и неэффективно. Потому что блокчейн – это на сегодняшний день медленная, дорогая в обслуживании база данных. Поэтому в этой базе данных стоит хранить несколько типов данных, это данные о генезисе каких-то объектов, о происхождении, чтобы мы точно понимали, что мы можем условно определить, откуда появился объект, каким образом, кто его родитель и так далее. Это данные о семантических связях в системе, то есть в какой иерархии, последовательности связаны определенные объекты в системе. и таким образом, да, иметь леджер, в котором, там, реестр, в котором эти данные записаны, и мы знаем, что никакой человек, либо третья сущность не может внести изменения в эти данные. И это метаданные, то есть некоторые данные о данных, например, там, хэши данных и результат исполнения других функций, мы можем также хранить в блокчейне, и таким образом использовать блокчейн, как некое хранилище снапшотов, тех традиционных хранилищ, которые мы привыкли. Вот. И для чего же блокчейн нужен в этом новом мире, в мире интернета вещей, которые, и сама концепция интернета вещей, она также близка к распределенным системам. То есть речь идет о системе распределенных устройств, сущностей, там, аппаратных, программных, которые объединяются в некую семантическую сеть с определенной топологией, взаимодействуют друг с другом, и увеличивают ценность, определенную ценность, которая подавалась на вход. То есть то ли это телеметрия, сбор данных с системы реального физического мира и анализ этих данных, то ли это автоматизация производственных процессов, помощь человеку улучшить свое здоровье, холстки и так далее. Для чего же здесь нужен блокчейн? Блокчейн, он органично вписывается в слой построения экономических взаимодействий между элементами такой распределенной системы. Если мы говорим об экономике 4.0, то есть той экономике, тех подходов, которые применимы в рамках парадигмы индустрии 4.0, там, где нет людей, там, где машины, то мы должны говорить о peer-to-peer экономике. То есть когда взаимодействие между участниками экономического процесса осуществляется в рамках одноранговой сети и нет некой третьей сущности субъективной в виде организации, которая накладывает запрет, блокирует транзакции и так далее. Как это делают, к примеру, банки. То есть когда вы банку отправили свои средства, эти средства уже не принадлежат вам. Они принадлежат банку. И когда вы отправляете транзакцию другому человеку, банк решает, готов ли он выполнить это обязательство перед вами. И в этом есть большая проблема централизованных систем, основанных на влиянии третьей сущности. Все строится, конечно же, на фундаменте римского права. И пока, по сути, мы не уйдем от этой или эволюционируем эту систему правовую, нам сложно говорить об имплементации пир-то-пир решений там, где регулятор играет свою роль. Это банковская сфера, финтех, то, что связано с обменом персональных данных, там есть GDPR и вот эти все остальные вещи. Поэтому, тем не менее, да, вот есть блокчейн. Одна из функций – это передача ценностей в широком смысле этого слова. Это может быть право на какой-то цифровой актив, право на реальный актив. Это возможность заключения договоров между участниками взаимоотношений экономических на основе концепции смарт-контракта. И впервые вот сегодня мы имеем возможность оперировать с умными программируемыми активами или валютой. То есть, если раньше поведение участников задавалось регулятором, как правило, экономических взаимоотношений, какими-то нормативными актами, то сейчас речь идет о том, что мы можем имплементировать какую-то бизнес-логику на уровень этих активов, которые мы используем. И мы уже будем вовлечены и обязаны будем исполнять этот протокол взаимодействия, который нам диктует эта валюта, цифровая валюта. Это очень важное, очень ценное изменение эволюции систем. Также это возможность, как и в предыдущем докладе Квач указал, что это возможность монетизации данных на лету практически. Вам не нужно заботиться о том, как будет работать бизнес-модель вознаграждения, потому что изначально сама концепция инсентивизации, то есть вознаграждение участника системы за вклад в общий результат этой системы, он зашит в базовую логику алгоритма консенсуса. И это следствие этих всех свойств, это возможность построения систем без доверия. То есть там, где изначально участники не доверяют друг другу, но когда они понимают, как работают эти механизмы, они, по сути, их система принуждает доверять друг другу и действовать эффективным образом. Это основывается на элементах теории игр и на банальной жадности человеческой. То есть осуществить ряд атак просто невозможно будет в силу того, что люди жадные не хотят терять свои средства, и они будут действовать таким образом эффективно, чтобы способствовать развитию системы. И это очень важное свойство распределенных систем. Если мы рассмотрим компонент, основные IoT-решения, это прежде всего устройство, оно, как правило, маленькое, энергоэффективное должно быть, потому что мало ресурсов для потребления энергии. Это малые вычислительные возможности и облако, которое дополняет эти маленькие девайсы, которые объединяют и вдыхают осмысленность в эти девайсы. При использовании блокчейн-решений в гибридных IoT-решениях систем мы можем часть логики вынести на уровень устройств. Таким образом снизить риск атаки в одну точку, когда бы это было в случае клиент-серверной архитектуры, когда можем осуществить атаку на сервер и, например, изменить какую-то транзакцию. То есть дополняя распределенную систему IoT-устройств слоем peer-to-peer протокола передачи данных, информации и активов, мы таким образом можем решить ряд проблем. Это вопрос идентификации устройства, который будет не зависеть от сервера. Та же технология с дополнением, та же технология Trusted Execution Environment, мы имеем возможность на уровне устройства обеспечить гарантию подтверждения происхождения этого устройства. То есть это система управления публичными ключами и в целом системы по идентификации и менеджменту доступа к различным системам. Это, опять же, возможность обеспечить на уровне устройств без сервера передачу данных, информации и активов между участниками процесса. То есть это транзакция. Это возможность вознаградить участников этого процесса каждое устройство. То есть возможность инцентивизации вклада экономического в общую систему. И это обеспечение единой точки доверия. Это очень важно. То есть point of trust. В данном случае речь идет об алгоритме консенсуса, которому мы по определению доверяем и можем работать с ним. Вот эти все дискуссии по поводу того, что есть какие-то физические данные, мы не можем им доверять. Есть простое правило, что как бы мы не спускались в определенной системе, анализируя ее, в какой-то точке у нас должна быть сущность, которой мы однозначно по определению доверяем. Иначе невозможно. То есть мы должны в какой-то точке довериться какому-то датчику, довериться, может быть, даже какому-то человеку, чтобы имела возможность функционирования таких систем. Опять же, до того, пока не появились автономные сущности в виде сильного искусственного интеллекта. Поэтому появление блокчейна, оно по сути разгружает бизнес-логику таких распределенных систем. И сервер все менее нужен для выполнения каких-то определенных операций. В рамках этой концепции много экспериментируем сейчас. В большей мере пока на теоретическом уровне, но уже есть несколько решений таких набросков по поводу передачи ценностей и построения одноранговых кластерных экономических систем, в которых можно наблюдать дополнительный эффект, который не свойственен традиционным системам, когда есть центральный узел в виде регулятора какого-то, в виде финансовых организаций, которые осуществляют регуляцию взаимодействия участников этой системы. То есть распределенные системы могут работать более эффективно с точки зрения экономических результатов, чем централизованные системы. Решение в таких системах может приниматься более эффективно, и, соответственно, мы снижаем риски различного рода манипуляций с результатами функционирования такой системы. И поговорим о нескольких кейсах реальных, с которыми мы работаем. Это два основных кейса, наиболее масштабных, с которыми работает наша компания. Это первый проект Proxima X. Это некое переосмысление тех концепций, которые были в блокчейне Биткоина, Эфира, Эоса, Немо. Переосмысление с точки зрения, что это решение планируется более дружественным к реальному применению, к бизнес-кейсам, к применению в обыденной жизни. И она строится на базе нескольких концепций. Это, прежде всего, сам блокчейн, распределенная система. Это система передачи транзакций. Это файловая система, где вы можете хранить свои данные распределенным образом и точно понимать, что они будут сохранены, независимо от того, у кого сервер упадет, и какой-то администратор, например, выполнит некорректное обслуживание системы. И это протокол передачи в реальном времени данных в этой распределенной системе. То есть это нетривиальная задача, но она в данном проекте шаг за шагом решается. Централизованно стримить видео мы уже умеем более-менее эффективно. вопрос, как заставить стримить видео в распределенных системах. То есть в таких системах, которые поддерживаются самим сообществом, которые создали эту систему. То есть сама идеология распределенных систем основывается на том, что есть группа людей, которым близка эта концепция, идеология, и они своим вкладом начинают создавать сеть, увеличивать ее эффективность и с определенной точки начинает работать эффект масштаба, эффект сетевой эффект, когда взаимодействие множества участников не есть простая сумма вклада каждого из участников. Это есть нечто большее. То есть это эффект синергии, который достигается в таких системах. Это крайне важно в экономических, финансовых различных решениях. Proxima X это протокол, платформа, которая позволяет строить вам приватные то есть permissioned blockchain с ограниченным доступом участников. Также возможно это публичный блокчейн и публичная сеть распределенной передачи данных, которая обеспечивает решение тех задач, которые необходимы для бизнес-кейсов основных, для которых предназначается Proxima X. Есть ряд кейсов, одни из самых актуальных это система идентификации, то есть KYC, IML в распределенной системе. это уже есть пилот, который применим в одном из государств. Ведется переговоры по имплементации в реальность системы идентификации граждан на Proxima. Это применение в робототехнике в IoT решениях, это опять же стриминг данных хранилища данных по альтернативе облачным хранилищам и так далее. Второе решение это Remy прежде всего это протокол для обеспечения построения систем управления публичными ключами доступа, то есть это PKI системы так называемые. Это аналог обычного ключа, который мы используем для двери, только он цифровой. Там некие вариации цифровой подписи, которые можем использовать для доступа в различные веб-сервисы, аппликейшены и так далее. И это второй продукт Remy House и третий это K-Hub. Система она пока централизованная для управления, для менеджмента сертификатов цифровых. То есть Remy это распределенный протокол, open-source решение, можете ознакомиться на GitHub. Есть ряд кейсов как для конечного пользователя, так и для бизнеса. И да, эта система многослойная, изначально она строилась на базе двух блокчейнов, это блокчейн эфира и наш кастомный блокчейн, который построен на фреймворке софтуз, между ними реализован атомарный своп по трансферу транзакций и токенов и в такой концепции. То есть мы используем базовые компоненты софтуза для реализации бизнес-логики. На основании этого мы можем обеспечить управление ключами без единой точки отказа, как это бывает в традиционных PTI-системах. Там по ссылочке, кому интересно, можете нырнуть на гитхаб, посмотреть код основы, это питон и раст. И я покажу сейчас на очень простом примере, как применяются эти две платформы в решении по обеспечению экономики роботов. То есть взаимодействие субъектов экономики без участия человека. Есть две роботизированных сущности, которые обмениваются данными по защищенному каналу, который обеспечен шифрованием ключи управляются через Remy протокол и взаимодействия как экономических субъектов основываются на решениях, на компонентах платформы Proxima. Таким образом, два робота могут друг другу оказать сервисы какие-то, передать ценность и получить от другого робота вознаграждение. Сейчас я попробую запустить видео, запустится. То есть такой очень простой детской можно сказать демо, но оно показывает, что в таких системах в принципе человек не нужен. Вот есть два робота, один робот заряжает другого робота. И в благодарность второй робот оплачет этот сервис и они счастливые разъезжаются. Здесь нет места ни человеку, ни регулятору, ни банковской системе, которая будет определять, может ли один робот спонсирует ли он терроризм или все эти вещи, которые сейчас происходят, не отправляет ли он транзакцию в игилу другому роботу. То есть все изначально основывается на том, что блокчейн это распределенная система, она прозрачная, она аудируемая и в этом плане мы можем иметь точку единого доверия для всех участников прозрачную. Понятно, что блокчейн это не серебряная пуля, там множество проблем начиная от технических заканчивая концептуальных, но эта технология основывается на как и любая наверное технология она основывается на предыдущих технологиях и 19 века и 20 века концепциях. это некое переосмысление всего того опыта технологического, которое у человечества для применения в этих системах нового типа, то есть неком пир-ту-пир мире, когда мы все честные и благородные. Спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. В случае с IT использованием блокчейна как передаются и как хранятся данные? Потому что очевидно мы не можем хранить большое количество данных с датчиков в блокчейне, значит нам нужна какая-то дезиннерализованная база данных, как это можно реализовать. И второй вопрос, какие реальные первоочередные юзкейсы, транзакции, которые необходимо проводить в trustless manner, скажем, между роботами. где необходимо использовать блокчейн. Да, спасибо. Все верно было по первому вопросу. По сути вопрос содержал ответ. Действительно на сегодняшний день эффективным является гибридная связка между централизованным хранилищем, где вы храните данные, а слепок или какой-то снапшот вы отправляете через определенное время. Есть такой механизм анкоринга в блокчейн. Таким образом, если реализовать этот анкоринг по определенному механизму, например, случайным образом, то мы можем обеспечить достаточный уровень доверия к этим данным, которые были сохранены централизованным образом. То есть администратор не будет знать, когда ему нужно подменить данные, потому что он будет понимать, что в любой момент это кто-то увидит. Он не может затереть логи, потому что в это время уже произошло анкоринных данных. И здесь действительно блокчейн опять же то хранилище, где мы храним либо идентификаторы, либо хэши, либо какие-то очень сенситив данные. И второй вопрос, какие данные, какие транзакции, да, какие транзакции можно закрыть блокчейном. Это информация, опять же, по, к примеру, включению нового участника в сеть и дополнение сети и передачу ценностей между этими роботами. То есть один робот обладает какой-то там, не знаю, интеллектуальной ценностью, алгоритмом. Он получил результат вычисления какой-то функции благодаря наличному у него алгоритму и он, по сути, там передает возмездно другому роботу этот результат. Вот фиксация передачи прав на этот результат и оплата этого результата она как раз органично вписывается как один из основных кейсов в блокчейн. Значит, те, что робот должен стать частью более общей блокчейн-инфраструктуры, потому что очевидно, что далеко не каждый робот может быть с полным нодом блокчейн. В том-то дело, что есть в понятии блокчейне full-нода и light-нода. То есть достаточно легковесного клиента, чтобы робот мог просто отправить транзакцию. Ему не нужно быть, если мы говорим в терминологии биткоина, майнером или в эфир 200 гигабайт хранить данных. Он просто клиент, у которого есть приватный публичный ключ, он подписывает транзакцию своим приватником, отправляет ее и уже те узлы, которые выполняют роль full-node, они договариваются и принимают решение по включению этой транзакции. То есть может быть мастер нода и обычная нода, либо там full-noda, light-нода. Это дополняющие сущности. То есть получается компания, которая является нодой, она может хранить всю мою информацию. Фактически я не могу построить, создать какой-то климат-контроль, у себя его закрыть от интернета и все. А получается в блокчейн-системе мне надо передавать всю информацию, грубо говоря, использовать сторонний сервис открытой компании и компания будет использовать мою информацию там, ага, чувак любит при 30 градусах спать. Ну то есть тоже как-то вот приватности. Потом используя бэкдуры мою информацию утащат и что-то будет делать. Как эту проблему решить? Первое, когда такого рода дискуссии начинаются, вы можете быть спокойными и вашими данными уже распоряжаются все. Поэтому лучше тут спать спокойно и как бы понимать, что надеяться на лучшее, что эти данные не будут использованы в вашу пользу. Касается ли это личных данных либо бизнеса, все данные доступны для определенных организаций. опять же блокчейн, когда мы говорим о транспорнсе, то есть открытости, он не подразумевает, что эти данные не могут быть анонимными. Есть масса подходов, которые позволяют анонимизировать транзакции, хешировать данные и выполнять операции над данными без раскрытия содержимого этих данных. То есть есть Zero Knowledge Proof, такая концепция, подход, при котором вы можете подтвердить, что некий участник обладает этими данными без раскрытия самой содержимого этих данных. Поэтому технически, теоретически, практически построение таких систем, которые бы удовлетворили ваши запросы, возможно. Facebook и так все знает. Просто начните с этого, он все знает о вас. Рома, спасибо за доклад. Было, как всегда, все интересно. У меня вопрос такой, смотри, я в свое время приложил тоже руку к машинкам, там первая версия, которая этот. Мне интересно просто дальнейшее развитие проекта. По факту обмен токенами между машинками это только часть реализации системы. Прорабатывали бы ли концепцию токеномики для подобных систем, которая бы учитывала многие факторы обмена скажем так циркуляции токенов в подобных системах. Потому что фактически здесь обмен, отправка токеномашины одной в другой это только узкая часть собственно этой системы. Да, спасибо за вопрос. Ты сам знаешь, что этот проект он там носил и до сих пор носит в большей мере экспериментальный характер. сейчас мы со второй итерации уже готовимся к тому, чтобы погрузиться более глубоко и стать на научные рельсы вот этой концепции. уже подключили нескольких экономистов на то, чтобы разработать, имплементировать уже все наши мысли, идеи, которые есть пока витают в воздухе в сознании, имплементировать уже в какую-то стройную концепцию. поэтому шаг за шагом очень медленно, но мы действительно движемся к тому, что ты сказал. Действительно передача токена от одного устройства к другому это очень тривиальная задача технически. Вторую задачу, которую мы решили это канал, обеспечение защищенного канала данных в распределенных системах и вот слоем за слоем эта система будет рождаться. То есть каких-то прогнозов сложно дать. Если кто-то есть желание подключиться к этому процессу интеллектуально, физически, мы как бы рады, открыты. Масса идей по поводу этого и планов есть. У меня больше наверное политический вопрос. Мы сегодня говорили про новую экономику, экономику 4.0, про регуляторов про то, как привести к новой экономике. Какое видение ваше, а какой смысл тем регуляторам, которые получают какой-то дешевт от той системы, которая сейчас есть, принимают то законодательство, которое лишит их этого дешевта? Спасибо. Здесь нет другого пути на самом деле. То есть те системы экономические, социальные, с которыми сейчас сталкиваются государства уже имеют другой характер взаимодействия. То есть на каком-то этапе концепция капитализма ответила на вопросы исторические, которые возникли в тот момент. А на текущем этапе, по крайней мере это мое субъективное мнение, не как эксперта далеко в экономических процессах и тем более глобальных, но идет переход к переосмыслению роли государства и роли гражданина в этом обществе. И опять же, как в любом эволюционном процессе выживут сильнейшие. То есть выживут государства, которые осознают, что им нужно меняться. Меняться с той парадигмы, когда они были бенефициаром исключительным всех процессов, которые есть, на сущность, которая выполняет роль больше проектировщика и архитектора этих систем. И все больше система должна работать автономно, без участия регуляторного, в рамках нормативных актов. Опять же, пример, по крайней мере впервые я увидел, что пример Сингапура показывает, что такая система возможна на достаточно большой географической территории. Второй пример это пример Китая, экономика которого строится на кластерных сущностях. То есть мир меняется и государство должно измениться, либо эти государства перестанут существовать. Даже так. Спасибо, компания 4.82 Солюшн. Спасибо, большое. Спасибо всем.